Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история с сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Один папа поделился историей на странице в фейсбуке. Он гордится поступком своего сына. Отец и 12-летний сын заправляли машину и случайно заметили пожилого человека, который с трудом пытался залить топливо в свой автомобиль. Мальчик взглянул на отца и, не говоря ни слова, выскочил из машины. Отец с удивлением наблюдал, как сын подошел к старику, что-то ему сказал, и тот без колебаний передал заправочный пистолет мальчику. Помощь этим не ограничилась. Он даже пошел на заправочную станцию, чтобы забрать и принести сдачу для пожилого человека, написал гордый отец. Когда пожилой мужчина попытался отблагодарить юного помощника деньгами, мальчик вежливо отказался и вместо этого тепло обнял его. Мой сын сделал все это сам, без подталкиваний с моей стороны, не сдержал слез радости отец. Пост получил ошеломляющий отклик, собрав более 90 тысяч лайков, более 7 тысяч репостов и много хвалебных комментариев. Спасибо, что поделились этой душевной историей. Я знаю, что вы гордитесь своим сыном. У вас есть все основания. Что ты делаешь для других, ты делаешь для Бога. Спасибо, молодой человек. У моего отца деменция. Однажды он приехал на заправку и просто забыл, как заправлять машину. Да благословит Бог вашего сына за помощь этому старику. Хвала вам за то, что так воспитали сына, чтобы он был уважительным, отзывчивым молодым человеком. Чтение вашего поста вызвало слезы на моих глазах и заставило улыбнуться. Спасибо. Моему парню всего 4 года, но у него такое прекрасное сердце. Он здоровается со всеми, когда мы идем по улице. Многие говорят, что я должен предостеречь сына об опасных людях. Но я не вижу никакого вреда в его вежливости и заботе, откликнулся другой отец. Мы тоже гордимся славным мальчуганом. А вы? Напишите в комментариях. Добавим, что добро имеет цепную реакцию. Вспомните прекрасный мультфильм «Просто так», где один букет, подаренный просто так, принес радость и счастье всем жителям леса. В реальной жизни все происходит так же, стоит только попробовать. Кроме ощущения прекрасного и эстетики, мы имеем ощущение доброго и положительного. Доброта воспитывается в человеке с рождения, но необходимо поддерживать это чувство и в зрелом возрасте. Каждый день мы сталкиваемся с возможностью совершить добрый поступок. Не сдерживайтесь, делайте это. Поучаствуйте в волонтерском движении, пожертвуйте на еду бездомным животным, сходите на субботник или хотя бы позвоните своим родителям и скажите, что вы их любите. Может, это и не спасет мир от зла, но небольшая капля вашего добра хоть на частичку сделает этот мир лучше и светлее. Впускайте добро в свою жизнь, так же, как вы впускаете солнечный свет в свою комнату. С добром жить намного приятнее и комфортнее, всем без исключения. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт остроумно. Странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки в описании.